Вот, то есть сама по себе целеустремлённость меняет жизнь, жизнь становится лучше, но надо знать несколько вещей. Первое, это что, что энтузиазм, когда появился, после энтузиазма придёт изменение жизни, после изменения жизни придёт счастье, несомненно, и после этого придёт духовный путь, наставник, всё будет в жизни, вот это всё приходить постепенно, но уже на уровне энтузиазма, когда ваша жизнь начала меняться, вам хочется жить правильно, появились силы, желания, в этот момент нужно усвоить две вещи. Первая вещь, не спешите с выбором пути, изучайте всё, смотрите, следите за собой, не нужно выбирать что-то необычное, выбирайте классические пути. Если вы решили изучать математику, изучать надо в институте, а не в кружке умелой руки, понимаете, каком-то экспериментальном. Это первое. Идти надо всегда очень скромно, потому что, когда человек встаёт на путь изменения жизни, дальше вступает в силу определённый закон, и закон такой, ты в прошлом жил неправильно, а теперь хочешь быть счастливым, живя правильно, ничего не получится. Теперь ты будешь жить правильно и страдать. От кого? От своих близких. Потому что они тебе будут показывать твоё прошлое. Вот если ты решил жить правильно, сначала пройти этот путь страданий, страданий, сначала пройди вот этот путь, что тебя никто не будет принимать в твоей новой устремлённости, никто не будет понимать, все будут критиковать или осуждать, или смеяться над тобой. Понимаете, это всё предстоит тебе пройти для того, чтобы Бог тебя будет испытывать. Он будет говорить тебе, ну вот смотри, ты вот так вот жил, как они, и теперь смотри на это. Научись всех своих близких людей принимать, прощать, любить. Не отвергать, как бы вы там грешники пошли вон, а принимать, любить, прощать, терпеть. И если ты справишься с этим экзаменом, тогда иди дальше. А если нет, значит тогда ты свернёшься в этот путь. Когда человек злится, всех ненавидит, топает ногами, вы неправильно живёте, все строят, всех. Этот человек потом сам уходит с духовного пути, всегда. Почему? Потому что он на духовном пути чего он ждёт, этот человек? Он ждёт от него счастья. А духовный путь это не счастье, а служение. Уметь любить, уметь прощать и до конца себя отдать. Любить, прощать это одно и то же. Люди близкие неправильно следуют. Духовный путь что такое? Прощай, люби, принимай. Вот это и есть твой духовный путь. А если думаешь, что духовный путь всех пинка подзадать, и как бы, и тогда счастье. Они же неправильно живут, я им пинка всех надавал, и теперь счастье. У меня всё правильно. Расскажу одну историю поучительную. Одна женщина пришла ко мне для того, чтобы мне рассказать свою историю. Она не пришла для того, чтобы что-то спросить. И она это сделала для того, чтобы я её рассказывал другим. А история такова, что на уровне энтузиазма, у неё появился энтузиазм, заниматься духовной практикой, работать над собой. И на уровне этого энтузиазма, она неправильный путь выбрала. Она не выбрала классический, традиционный путь. Она там нашла какого-то там новоявленного Бога, который себя объявил Богом. Вот и поехала, вернее, не поехала, а сначала мужу сказала своему, что типа, давай к Богу поедем жить. К какому Богу? Нет никого Бога. Всё. Ну, в общем, она взяла ребёнка и умотала к Богу жить. В общем. Муж возвращал её, просил вернуться назад, приезжал к ней, по-доброму себя вёл. Она не реагировала. После этого он просто подал в суд и отсудил ребёнка. Не отняли ребёнка, но его забрался. Она осталась одна. И, конечно же, она встретила то, чего хотела. А чего она хотела? Она хотела мужа, который идёт духовным путём, чтобы вместе жить счастливой жизнью, вот этой духовной. Мужа не духовная, а этот человек духовный. Знаете, счастье, значит, впереди. Вот она нашлась, Бог ей дал такого духовного. Он тоже бросил жену с двумя детьми, мотал тоже в эту общину. И два вот этих духовных человека встретились. Какие духовные, прям такие, возвышенные отношения. У них пошли такие чистые, светлые, такие, духовные, на костях своих близких. И у них родился в этих духовных отношениях ребёнок, маленький ребёнок. А когда в общинах люди живут, обычно там аскетичная жизнь. Когда родился маленький ребёнок, уже с ребёнком там не поживёшь, потому что ни воды горячей, ничего, ни нормальных условий, ни отопления. Ну, то есть они решили, что вот не тянут они на эту общину и решили духовной жизнью жить где-то в городе и просто работать где-то и так далее. В общем, поехали они в город, где жил вот этот её муж духовный. Там, где осталась её жена с двумя детьми. И как-то так они жили, жили, и в какой-то момент он начал уходить на ночную смену. Что уходил, уходил на ночную смену. И потом она поняла, что он начал ходить к своей жене, с двумя детьми бывшей. А потом он пришёл к ней и сказал, Ты знаешь, у нас с тобой духовные отношения, чистые и светлые. Но у меня есть материальные ещё отношения с своей женой. В общем, я возвращаюсь к своей жене с двумя детьми. У нас будут материальные отношения, а с тобой будут духовные. Ну, в результате она осталась одна. Потом она разочаровалась в своей вере. Потом она от одиночества вышла замуж за пьянчугу. Человек выпивал, такой недуховный. Её муж был нормальный мужик, самый первый. У неё была уже другая семья давно после этого. В общем, она разрушила свою жизнь. Спрашивается, почему? То есть человек вроде бы шёл к Богу. Почему так Господь жестоко наказал её, эту женщину? А потому что на чужих костях своё счастье не построишь. Духовный путь не означает бросать мужа. Не означает лишаться ребёнка. Не означает лишать другой жены, её мужика. Понимаете, духовный путь означает всё терпеть, принимать, заботиться, любить, оставлять, сохранять и так далее. Вот это означает духовный путь. Духовный путь тяжёлый, по-своему, нелёгкий, вот такой вот и серебристый, такой, как бы пушистый и солнечный, понимаете. Тяжёлый, сотканный с трудностями, принятия, терпения и так далее. Вот это настоящий духовный путь. Но если человек не знает, какая дорога у духовного пути, он эту дорогу не знает, если не знает, как она, эта дорога идёт, то тогда этот человек может совершить очень много ошибок. Поэтому, если в вашем сердце возник энтузиазм, вы уже решили менять свою жизнь, не торопитесь выбирать направление. Но если уже и выбирать, то только традиционные, только проверенные временем, только в которых прошло уже тысячи людей, никаких новых, никаких нью, там, как бы, даже если это вам кажется более современным, классическим, современным, адаптированным под вас, то есть будьте осторожны. Одна девушка пошла таким неклассическим путём и пришла ко мне за советом. Она говорит, Олег Геннадьевич, я не знаю теперь, как мне жить, потому что такая ситуация. Понимаете, у меня очень хороший наставник, святой человек, возвышенный. И я его приняла всем сердцем своим. Ну, как все женщины, они же очень искренние, они всё всем сердцем принимают всегда. Она приняла всем сердцем этого наставника. И когда мы поехали в паломничество, как-то так получилось, мы оказались с ним в постели. И что-то мы так друг друга сильно полюбили, у него жена, у меня муж, он мой наставник, вроде бы, и мы с ним что-то в постели уже, и он мне в постели наставления там даёт, вот, духовные. И, в общем, Олег Геннадьевич, я не знаю, то ли к мужу, то ли к наставнику дальше. Что мне делать-то? Вроде бы там духовные отношения, здесь у меня муж материальный, а там духовные вроде бы и что-то недуховные уже отношения. Я запуталась, короче. Я ей сказал, смотрите, во-первых, если наставник смотрит на вас не как на душу, а как на женщину, глазки вам строят, все женщины знают такой взгляд мужской, это не наставник, это человек дисквалифицированный, нельзя воспринимать его как наставник. Это первое. Второе. Если человек предлагает вам какую-то веру, в которую вы хотите войти, но он наставник, а над ним нет наставника, он сам эту веру создал, это ещё хуже. Потому что у каждого наставника должен быть свой наставник, потому что если он сходит с правильного пути, то кто-то ему поможет встать, ну, то есть поможет ему, позаботиться о нём. Но если человек над собой никого не имеет, тогда тем более не надо с ним связаться. Ваш муж, видите, он всё знает про вас. И он, тем не менее, вас простил, принял, говорит, возвращайся домой, всё нормально, я тебя простил, будем жить дальше. Представляете, кто более духовный человек? Тот, кто совратил чужую жену и делает вид, что он наставник, при этом в постели наставление даёт. Понимаете, что это вообще смешно просто. Потому что похоть и чистота – это прямо противоположные вещи, понимаете. Никогда там, где есть похоть, никогда чистоты не бывает. А там, где есть чистота, не бывает никогда похоти. И он в постели, ей наставление замечательное. Вот. Я говорю, у вас только один выбор – это возвращаться к мужу. Она говорит, ну там же какая-то примитивная жизнь, духовной чистоты вот этой нет уже. Я говорю, да вы духовную чистоту-то и не видели. Вся духовная чистота у вас в вашем муже, который вас простил, принял. И хоть он считает себя неверующим человеком, Бог его любит в тысячу раз больше, чем этого человека, который вас обманул. Поэтому духовный путь настоящий, он очень сложен. Понимаете, кажется вот что-то бездуховным, потом оказывается более духовным, чем есть на самом деле. Поэтому будьте осторожны. Будьте осторожны. Это мой вам совет. Ну а в целом, как бы, вот, всегда духовная направленность, всегда она отмечается тем, о чем мы говорили вчера. Это доброта, добротой. Доброта — это то, что указано на правильный путь. Спокойствие в сердце, радость в сердце, энтузиазм, сохранение того, что было, и очищение того, что было. Это признаки правильного пути. Не разрушение твоей жизни, а сохранение. Не бросать института — закончить. Не бросать мужа, а оставаться. Не бросать родственников, а помогать им, прощать, принимать. Это правильный путь. Когда человек вот так вот развивается, он остается в обществе среди людей, но становится возвышенным, другим. Он уже не может жить так, как все. Он меняет свою жизнь. Но при этом он, как веды говорят, он похож на лебедя. Вот не то, что он как бы шея вытягивается, там она изгибается вот так. Нет. Есть определенный, ну, святой человек на санскрите, его называют парамахамса. Парам означает высшее, хамса означает лебедь. Высшее проявление лебеди. Что это значит? Это значит, что человек чист внутри. Означает белый, белый лебедь. Белый цвет — это значит чистота. Да? Белый человек, чистый, белый лебедь. Дальше. Лебеди там, где вороны летают, лебеди там не летают. Лебеди живут только в чистых водоемах, понимаете? Грязь чуть-чуть в воде пошла, а лебедь там и живет. Там, где воронье, в этой свалке там грязь, лебедей там вы не встретите. Они только в чистоте. Это следующий признак лебедя. Дальше следующий признак — это лебеди, вороны, они стоят рядом и каркают друг на друга. Выясняют отношения. А лебеди никогда не выясняют отношения. Они всегда молча плывут в одну сторону. Ну, то есть, правильная семейная жизнь — это мы не сильно выясняем отношения. У нас одна цель. Мы плывем в одну сторону и просто спокойно, по-доброму живем рядом друг с другом. Вот это лебеди, понимаете? Лебединная верность означает, один лебедь умирает, тот уже другого себе не находит. Ждет, остается с ним. Следующее капитчество лебедя. Когда лебедь плывет по воде, то есть в жизни, в материальной жизни он плывет, он не смачивается его перья водой. У него тело остается сухим, потому что они смазаны жиром. Это означает, что человек должен смазывать себя духовным знанием и должен никогда не должен оскверняться грязью, которая вокруг. И оскверняться означает гундосить. Да-да-да-да-да, те плохие, те плохие. Люди даже, занявши духовной практикой, умудряются там гундосить начать. Вот это вообще уже Богу совсем не нравится. Начинают людей критиковать, обсасывать по косточкам те, кто занимается духовной практикой. Это вообще просто позор, понимаете? Вот когда до этого человек доходит, это позорник. Ему Бог уже показал правильный путь. Надо чистоту во всем видеть, учиться. А он начинает там критикой заниматься в духовных сообществах различных. Вот это уже просто позор, понимаете? Вот. Ну то есть молчание означает способность принимать судьбу, переваривать. То есть лебеди, они не разговорчивые птицы. Следующее качество лебеди, когда лебедь, если взять, разлить в воде молоко, то лебедь берет, как бы, воду эту во рту и начинает вот так вот, вот так вот крутить ее. И на слизистой все молоко оседает, всасывается, а в воду он выплевывает. Так человек, подобный лебедю, он слышит, когда что-то. Он берет оттуда только истину, а всю воду не берет. Вот это вот качество лебедя. Если человек эти качества в себе принимает, он становится чистым. Он становится, не болтает, не сплетничает, не болтает по пусту. Если он не смачивается грязью этого мира. Если он плывет с близким человеком в одном направлении, старается, а не выясняет отношения. Если он берет суть из всего, а воду выплевывает, то это качество святого человека. Когда человек вот так пытается жить, он рано или поздно становится, как белый лебедь, чист. И его называют подобным лебедем. Человек, подобным лебедем. Армахамса, то есть святой человек. Подобный лебедем. Какие у вас вопросы ко мне? По теме, да? Мы сейчас вот о том, что обсуждали, да? Смеление, терпение. Вот девушка вон. Здравствуйте. Я зовут Венера. Вы очень много говорите про доброту. Я очень много говорю, да? Про доброту. Много говорю, согласен. То есть вчера... Как вы в этом интернете меня критикуют, как говорят, наговорил он уже очень много. То есть это первая фраза. Я поняла, что это как бы такая основа. Основа, да. Всех черт характера хороших, доброта или злоба. Это два пути. Ну, такой вопрос возник. Что такое доброта? И как ее в себе, я не знаю, выращивать, приглашать? Ну, все это перечисляется. Доброта, что такое? Это аскеза. Потому что, когда тебе плохо самому, ты ждешь доброты к себе. Но правильный путь, когда тебе плохо, это доброту другим отдавать. Одна девушка, она была одинока очень. И она подумала, что же делать мне для того, чтобы победить одиночество. И она не нашла способа никакого. И решила просто, чтобы помогать другим не быть одинокими. И она решила открыть женский клуб. Она открыла женский клуб, в котором она помогала женщинам выйти замуж. Цель женского клуба такая, чтобы женщины все выходили замуж. Но она при этом сама была одинока. Она забыла про себя вот в этой служении женщинам, чтобы они все выходили замуж. Она так о них заботилась. И она самая первая вышла замуж. У всех этих женщин. Это правильный путь в жизни. Это называется доброта. Забыть про свои страдания. Это аскеза. И начинать делать то, что, допустим, если у тебя денег не хватает, делать действие вопреки ожиданию. Ожидание. Какое у тебя ожидание? Денег не хватает, экономим, да? А ты идешь и кормишь нищих. Тебе не хватает денег, а ты идешь и кормишь нищих. Это называется доброта. И в это время Бог тебе дает деньги. Почему? Потому что так и человек и должен делать. Это и есть правильный путь. Тебе счастья не хватает, желай всем счастья. Пищи не хватает, корми всех. Не хватает хороших, добрых отношений. Не хватает мужа, помогай всем выйти замуж. И все, ты проявляешь доброту другим, Бог тебе доброту проявит. Доброта означает удачу. Когда человек добрым становится, он удачу привлекается. Это аскеза. Очень трудно быть добрым, когда тебе плохо. Когда все классно, легко быть добрым. Но люди обычно богатые, чаще всего жадные. Когда человек счастлив, обычно он никому не помогает. Помогают обычно те, кто несчастны. И Бог заботится об этих людей. Но бывают и богатые помогают. Тогда они всегда будут богатыми. Бывают добрые всем помогают. Значит, они всегда будут добрыми. У человека в целом, который встал на духовный путь, есть три стадии развития. Когда человек встал в духовку, пока человек не встал на духовный путь, он копит только проблемы все. Вот неправильная жизнь, он копит проблемы. И они, вроде бы, жизнь нормальная, но все копится, копится, копится. И потом ба-бамс! И как бы смыло человека. Вообще с нормальной жизнью смыло. Он или спивается там, или в тюрьму садится. Часто люди думают, что случайность не повезло. Это не случайность, это закономерность. Когда человек неправильно живет, его смоет рано или поздно. Это стопроцентный факт. Приходит время, и его смывает. Из нормальной жизни. Но если человек начинает очищать свою жизнь, тогда вся грязь, которую он накопил, выходит наружу. И поэтому первый этап очищения своей судьбы называется огонь. Сердце горит, понимаете? То есть, человеку тяжело жить, он очищает свою жизнь, он видит, что все неправильно. Муж живет неправильно, жена неправильно, дети плохо себя ведут, все неправильно. А хочется, а мне летать? А мне летать? Охота. Ну, то есть, никто не водится со мной. Я водяной там. Все мои подружки пиявки, лягушки. Вот. Жизнь моя жестянка. Ну, ёб, болото. А мне летать? Охота. Ну, то есть, он уже узнал правильный путь, уже он знает, что ему охота, ему летать охота. Но вокруг все плохо. Это вот начало духовной жизни называется огонь. То есть, очищение сердца. И человеку горит, ему очень плохо, потому что его никто не понимает, все вокруг живут неправильно. Поубивал бы всех. Вот. Как бы жар в сердце, горит все. Несправедливость. Кругом одна несправедливость. Огонь. Постепенно человек справляется с этим огнем. То есть, он молится, работает над собой. Жар в сердце или страдание от своих прошлых поступков, плохих, постепенно гаснет. И приходит время, у человека следующее испытание наступает. Вода. «Вода» — это что такое? Вода — это супер. Вода — это деньги, это счастье пошло, жизнь началась, более-менее как-то все хорошо. Ну, то есть, вода означает хорошо. Человек в воду попадает, она поплыла. Хорошо. Ну, то есть, вода означает деньги, хорошее положение в обществе, упахиваться не надо сильно, но как-то так хорошо очень. Понимаете, в этом «хорошо» и нужно не забыть про Бога. Чаще всего все забывают. Чуть вода пошла, и все, до свидания, духовная жизнь. Олег Геннадьевич, я Вашу лекцию уже не слушаю. Все хорошо. Ну, смотри, как долго. Все хорошо-то будет. Ну, то есть, если человек не справляется с собой на второй стадии вот эта вот вода, то в этом случае он опять бульк на дно, понимаете, в болото. Ну, то есть, опять деградирует, начинает незаметно для себя. Бросает работать над собой, все, молитва живет, привычки возвращаются постепенно вредные и пошел в этой воде купаться уже в болоте. То есть, вода в болото превращается постепенно. Но если он прошел воду, то есть, несмотря на достаток, несмотря на то, что жизнь стала лучше, он продолжает заниматься духовной практикой. Тогда следующее испытание. Какое? В эфире выступает. Такое-то, такое-то. Ну, то есть, слава, почет, уважение. Ты наставник, мы тебя все любим, все прославляют, почет, уважение. И человеку очень надо остаться смиренным в этом состоянии, понимать, что Бог все делает, Он не делает, что как бы люди лучше Его, хоть они как бы тебя прославляют, но они лучше тебя по качествам. Потому что ты не видишь них хорошие качества, они тебя видят. Ты как бы лекцию читаешь, а они слушают. Что тяжелее, болтать или слушать? Слушать жалеем. Поэтому здесь такое, понимаете, другими словами. Тот, кто идет духовным путем, у него другая проблема, понимаете, как одна девушка подошла, говорит, Олег Геннадьевич, раньше я была одинока, теперь у меня другая проблема, у меня, говорит, три жениха, не знаю, какого выбрать. Подивите руку, у кого так получилось. Вот, другая проблема, видите, вот решайте, это лучше, кого нет. Эти проблемы, когда человек духовный браков изменил, тоже есть проблемы, но они другие, понимаете. И надо с ними справляться тоже. Со всем человек должен справляться. Со счастьем справиться тяжелее, чем с горем. Поэтому человек все-таки должен выбрать счастье. С ним тоже придется справляться, мои хорошие. Но это лучше, чем жить в горе. Это лучше. Счастье тоже пользу не принесет. Это опасная вещь. Она разрушает человека. Лучше всего всегда забывать про себя и всегда заботиться о других, служить. Это называется доброта. Человек в горе теряет доброту, и человек в счастье теряет доброту. Надо его сохранить всегда. Доброту – это гарантия, что ты идешь правильным путем. Доброта означает отвлечься от себя, и добрые слова вы говорите, благим делам не надо счет вести и так далее. Вот эта доброта означает отвлечься от себя, служить, заботиться обо всех. Ваш вопрос? Сейчас принесут. на третьем ряду. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. Я пять лет назад вышла замуж, но через полтора года я ушла от мужа. Ну, там были проблемы, ну, не важно. В общем, я ушла от мужа. Мы с ним три года практически не жили. Потом я к нему вернулась. Ну, молодец, супер. Я к нему вернулась, но в то время, когда я уходила, у меня было как-то совсем другое мышление. Как вы говорите, свои коллекции, вот эта вот любовь, чай. Ну, желание и счастье, да. Сейчас, когда я вернулась, у меня совсем другое как бы восприятие, все поменялось. Сейчас я понимаю, что я должна была остаться, тогда сможем преодолевать все. Вот, сейчас на данный момент мы с ним как бы сошлись, мы с ним живем. Он, ну, нормально ко мне хорошо относится, как бы, но есть такая проблема, немножко как бы напряженные отношения, конечно напряженные, как, перестрадали же. Он как бы от меня ждет, как близости, а я все равно не могу ему вот это вот дать. Ну, что, постепенно, со временем. Чувства, а чувствам не прикажешь, то есть, они привыкают постепенно. Ну, он, понимаете, он не то, что вот хочет, он как бы так себя ведет, что либо так, либо, вот я не могу так жить. Ну, ему тяжело. Ты вот понимаешь, что мне это надо, что я хочу? Помогите ему, помогите. А если я не могу, я должна переступить через себя? Как-то надо, да, вот переступать чуть-чуть перед себя. Помогать человеку, быть добрым. Ну, вы поняли, да, как бы в физическом плане, я имею в виду? Ну, мне это очень тяжело. Не, я не понял, конечно. Мне очень тяжело. Ничего не понял. Короче, я должна идти к нему навстречу в этом плане. Все, я понял. Не, нет, я сейчас вам расскажу все. Спасибо за вопрос. Спасибо. Послушайте меня. Есть энергия судьбы, она разлучает людей. У женщины она действует через чувства. Когда у женщины чувства отшибает от человека, она не может с ним строить близкие отношения. Для нее как изнасилование, насилие. То есть насилие означает потом еще хуже, то есть потом вообще будет просто мрак, понимаете? Ну, то есть невозможно это все, просто невозможно. Поэтому нужно объяснять человеку о том, что бывают у женщин такие состояния, когда она не может близкие отношения строить, потому что у нее чувства не способствуют этому, они не лежат в этом направлении. И она может жить с человеком, при этом заботиться, но ее чувства как бы они не дают ей возможности вот в этом направлении двигаться. Но это все просто объем работы. Это не то, что все некоторые женщины говорят, все с этим человеком я не буду жить, потому что он чужой, как знаете кошка. Все значит как бы все чужой. У женщины то так, то так, у нее все время меняется все. Периодически то как бы плохой период не мой человек все потом мой человек меняется все часто у женщины бывают чувства они не прикажутся они кто туда дергаются кто сюда очень трудно как бы чтобы они постоянно были в одном напряжении в одном направлении. У женщины так устроена психика. Вот но есть особые состояния такие длительные периоды тяжелые когда женщину как бы отшибает от близкого человека в чувственном плане. И в это время надо понять что это просто механическая энергия судьбы это не то что вот все теперь так всегда будет. И в это время не надо позволять издеваться над собой конечно мужу но с другой стороны нужна молитва для того чтобы сжечь вот это вот отторжение как бы убрать это еще нужно мужчину обучать как правильно с собой себя вести потому что иногда мужчины они делают больно женщине больно делают своим поведением и возникает отторжение от этого неправильного поведения просто ну то есть надо мужчине объяснять обучать как правильно с собой себя вести чтобы мне было легче как бы с тобой находиться рядом ну то есть но однозначно не то что на крест идти вот это не вариант объяснять надо объяснять здесь тоже типа ты или так или сяк или пошла вон это тоже неправильное мышление если он кстати вас ну выгонит как бы из своей жизни просто из-за этого вопроса то это его проблемы будут уже не ваш но вам надо именно понять что это преодолевается молитва эти все вещи чувства это просто они реагируют на энергию времени плохое влияние судьбы на вас началось вот в этих отношениях где-то вот где-то чуть меньше двух лет назад и до сих пор продолжается то есть было лучшее улучшение было где-то три месяца назад был небольшой период когда вам полегче было потом опять сейчас пошло ухудшение этот плохой период у вас полностью закончится где-то через 10 месяцев 11 вот так вот начнет теплеть у вас сердце ухудшение а еще полгода точно будет тяжело но это все побеждается молитвой и надо знать просто что у всех женщин такие вещи случаются это бывает всегда у всех не бывает такое что всегда чувство только у женщин в одну сторону направлены к человеку они всегда меняют направление то туда то сюда иногда надолго и тогда женщина уже не может жить с кем-то она уходит от этого человека это неправильное мышление просто надо молитвой побеждать эти вещи оставаться вместе знать что все меняется эти все вещи меняются во время спасибо молодец сильный человек все это вскрыла тему выдержала всю нагрузку психическую значит будь счастлива значит победить судьбу сложный вопрос вот вы сзади да ну старайтесь по теме лекции вот именно чтобы ну этот вопрос был правильным как бы но лучше вот именно о том чем я говорил на лекции сейчас просто Олег Геннадьевич я продолжу просто эту тему просто я вчера задала вопрос как бы про отношения которые я не могла закончить и про мужчину который заодно ухаживает который предлагает мне замуж но в плане физического лечения сексуальной жизни совершенно не могу я присединить себя что-то сделать человек очень хороший я бы не могу не могу и не хочу с удовольствием вышли за него замуж и как бы я не знаю даже но вот то же самое вот как девушки молитва строить дальше отношения и постепенно убирать вот эту неприязнь вот эту уходить от этого чувства это все возможно я просто думаю что если я его откажу это не последний момент вы мне просто сказали чтобы вчера что я вышла за него замуж но мне очень сложно это сделать если честно мне не последний через четыре с половиной года будет следующее видите отрезление пошло не то что отрезление просто перевалив отрезление не перевалив торговаться хорошо судьбой когда торговля уместна я ни разу не видел что Бог кого-то дал и чтоб он потом прямо сразу следующего такое вообще никогда не видел Геннадьевич я просто знаете не пойму свою жизнь почему у меня так происходит когда взаимные чувства почему не могут быть потому что действительно вот видите смотрите вот она сейчас начала познавать вот это называется принятие вот до этого момента она бунтовала вот это называется терпение вот сейчас она пришла к терпению и даже чуть-чуть перешагнула и уже ближе к смирению пошла по отношению к своей судьбе и в это время просыпается знание человек задает уже вопрос тот который мне надо задавать было с самого начала вот не торговаться со мной через меня с Богом типа да не хочу я да пошел вот да давай другого мужика ты че вот ну то есть с Богом как бы не торговаться а вот просто разобраться во всем да просто разобраться потому что уже теперь вот поняла как судьба устроена поверила старшему приняла терпение терпение наступило вот теперь адекватный вопрос Олег Геннадь молчает Олег Геннадьевич почему у меня так случается что я или сильно люблю и меня не любят или меня любят но я не люблю почему у меня так случается это все означает только одну вещь что человек сильно хочет счастья не оттуда сильно хотеть счастья можно только от Бога а когда ты сильно хочешь счастья от человека ты его перетягиваешь на себя и у вас реально способность правильно любить была до 21 года и вот в это время до этого у вас была взаимная любовь понимаете потом так как вы сильно захотели все-таки у вас желание жажда как бы личного счастья возрастало и она где-то к 25 годам пересилила норму допустимую и с этого момента как только появляется человек вы просто перетягивали на себя одеяло или он перетягивал на себя одеяло потому что как бы жажда вот этой она всегда взаимная вот кого как два пара то есть какая ты такого ты человека и находишь поэтому в вашем случае есть только один вариант это молиться принять этого человека и произойдет чудо потом ваше чувство повернуться к нему лицом чудо произойдет которое вы сейчас не знаете должны просто поверить старшему это чудо произойдет но без молитвы не произойдет просто жить не получится вы бросите но если вы будете молиться работать над собой то постепенно вы узнаете этого человека очень чисто и глубоко вы увидите в нем чистоту а чистота всегда завораживает и она создает возможность принять человека и это настоящая любовь понимаете она глубже выше и кроме того он успокоится его чувство успокоится по отношению к вам и он одеяло начнет отдавать назад и вы почувствуете от него тепло вот если вы сейчас внимательно посмотрите на свою судьбу на отношение с ним то вы вспомните что сначала вы к нему чувства испытывали потом они прошли то есть он перекинул одеяло вот точно так же вы потом они вернутся назад то что вы испытывали понимаете надо учиться чистоту принимать за главное в жизни в человеке а не свои чувства вот человек который идет на поводу чувств это мотылек который летит на свет он всегда погибает в жизни женщины которые верят только в чувства в отношениях они всегда остаются одинокими женщина которая выходит замуж она всегда переступает через свое чувство влюбленности я сегодня разговаривал с одной девушкой которая при мне я наблюдал за ней она переступала через при мне через свое чувство влюбленности она мне говорила ну Олег Геннадьевич ну не люблю я его так как хотелось бы а того кого я любил он со мной не захотел быть ну что же мне теперь делать она говорила я ей объяснил что никогда в жизни не бывает так чтобы человек это жаркое чувство кому-то какое-то испытывал и чтобы это превратилось в семью а если превращается то потом это быстро рушится или меняется ну то есть все равно это должно трансформироваться понимаете но это бывает редко в основном это неблагоприятно а по-настоящему семья создается по-другому поэтому в жизни всегда есть муж и любовник любовник не обязательно ты с ним строишь отношения любовник это твоя мечта этот человек мечты понимаете он не обязательно может быть он проявлен будет или не проявлен может быть он появляться в жизни будет исчезать но у человека всегда есть выбор или с мужем жить или с любовником если женщина выбирает любовника она все разрушает свою жизнь если выбирает мужа сохраняет и у мужчины точно так же есть жена есть любовница любовница это мечта это энергия мечты не из жизни а мечты это разные вещи любовь влюбленность означает жаркий такой вкус, как пламя такое жаркое, которое на самом деле, оно никогда не приводит к чему-то серьезному, потому что это чувство обычно, жар, он же быстро гаснет, понимаете? Ну то есть это чувство жаркое, оно в конце концов гаснет или приводит к бразильскому телесериалу, понимаете? Ругань, споры, но чаще всего вот это жаркое чувство, оно приводит к потере, понимаете? Вот жаркое чувство человека всегда приводит к потере обычно. И вот энергия мужа, кто такой муж, это тот, кому нет жаркого чувства. А есть чувство, что просто человек, с которым тебе придется в жизни жить, он хороший человек, но то, что ты хотела, как бы, то, о чем так сильно мечтали большевики, понимаете, оно казалось несбыточной мечтой. Мечта, мечта. Мечты, мечты, где ваша сладость, мечты ушли, осталась гадость. Жизнь, жизнь. Жизнь. Спасибо большое. Олег Иванович, а можно мне еще один вопрос дать, если вы позволите? Жизнь. Опять какой-то подвох? Нет. Ну, все равно. Я просто, как бы, я вчера рассказывала, что я развелась с супругом, со своим бывшим. Он просто уходил в запой. В тот момент я не видела иного выхода. А теперь он вышел из запоя? Сейчас он вышел из запоя, у него семья, у него родился ребенок, но у нас очень напряженные отношения с бывшим супругом, и мы постоянно делим ребенка, дочь у нас общая. Простите ему, молитесь, простите, да, молитесь, простите. Он просто, знаете, пытается все время отобрать... Смотрите, он виноват, потом судьба виновата, потом объем работы, потом принятие, потом я виновата, смирение, дальше, спокойствие, победа. Нужна молитва, обсуждать эту тему не надо, это бесполезно. Когда в сердце боль, ее просто надо принять. И не надо ничего говорить по эту тему. Он плохой, он плохой, он плохой. Помолилась, не он плохой, а судьба такая. Еще помолилась, я плохая. Еще помолилась, я не плохая, просто есть объем работы. Еще помолилась, объем работы меньше, уже он начал нормально совести. И так далее. Хорошо. Вот молодец. Спасибо. Хорошо уже. Спасибо. Все отлично. Мне нравится, что вы так вот уже настроились. А если говорить о том, как побеждать судьбу, то нужно в человеке постепенно научиться видеть чистоту. В том даже, кого тот ты не любишь. Потому что в каждом человеке есть душа. Когда ты чистоту увидел, ты его прощаешь сразу. Чтобы увидеть чистоту, надо добрые дела какие-то делать. Я желаю тебе счастья, желаю тебе счастья. Молиться за человека. Постепенно ты чистоту начинаешь в нем видеть. Вы когда с первым мужем встретились только, вы с ним много гуляли, разговаривали, общались. Он очень по-доброму себя вел с вами. Он очень заботился о вас, служил вам. Вы это все забыли сейчас, мои хорошие. Вы не помните. Вы помните только обиды, злобу. А вот когда вы помолитесь, то вы вспомните его чистоту. И он вам простит в этот момент. Вот так устроена жизнь. Понимаете? Субтитры создавал DimaTorzok